Сегодня весь день жил, чтобы увидеть эту красоту. Я очень страшно. Почему? Скинишь видео, я боюсь снимать. Мне очень страшно. Это очень пристав сердечный, я очень боюсь в высотой. Это очень кровотно, страшно. Самое вкусное, что есть в этом кафе. Я же, честно, потерял себя, как будто я даже не знаю, где я дохожусь. Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас из города Геленджика на календаре 23 октября 2024 год. Сегодня нас пригласили на пресс-тур о природе Геленджика. Мы вам расскажем и покажем много чего интересного. Здесь много СМИ, разные блогеры, и сейчас мы заселились в гостиницу «Радуга». Давайте вам покажу, как выглядит номер. Ну, а вот это вот вся наша большущая команда, которая будет сегодня с нами работать. Самые большие СМИ. Сколько много народища, да? Мы добрались до набережной Геленджика. Первая точка у нас. Мы пойдем гулять по набережной. То есть отсюда мы уже дойдем пешочком непосредственно в сторону краски своей гостиницы. И ознакомимся со всеми этими прекрасными видами. Здесь набережная Геленджика великолепна. Потому что вы гуляете белокаменно, видно море, морские просторы. Для меня набережная – это вообще самое важное, что может быть при прогулках. Это великолепно. Это то, о чем я мечтаю в нашей Армадии. Здесь с рассказами как раз-таки о том, что это. Пойду послушаю, потом вам все расскажу. Посмотрите, на день города была открыта площадка. Здесь можно увидеть, как ребята занимаются спортом. Краснодар явно переплюнет парк Галицкого. Посмотрите, все это бесплатно. Все это очень круто. И какие тренажеры просто, так сказать, с вау-эффектом. Включите, как вам можно регулировать веса. У нас появился в Анапе такой парке Черноморском. Но здесь и выбор, и концепция. Веса Эрарием. От солнышка, я сначала не могу это кровь сделать. Нет, именно от солнышка. И в шахматы можно поиграть. То есть у всех свое удовольствие. Ох. Даже привет-привет. Даже, наверное, всегда можно позаниматься. Как вам? Пишите обязательно. Парень, смотрите, с весами работает. Большими, то есть... Тут для ног тренажеров. Вообще полный комплекс разнообразных тренажеров. Просто супер. Для тех, кто хочет подфилироваться, тут для вас, пожалуйста, экраны с фитнес-инструктором можно этим заниматься. Выглядит прям вау. То есть ты пришел, не знаешь никаких движений, встал перед телевизором и, пожалуйста, повторяй, прокачивайся. На тренажерах работают как взрослые, так и детки. Тренажеры, причем, посмотрите, как хорошо действуют. Степпер мне вообще очень нравился. Ставишься нагрузку и погнал. Причем спереди от себя море. Я ходил в один из спортзалов в Анапе, где ты так же смотришь на море. И вот заниматься на таких тренажерах было очень плотно, потому что ты думал, что убежишь в лето в море, смотря на то, что была зима. А мы сегодня обязательно посмотрим на бухту с гор. Но сегодня именно с самой бухты выглядит просто очень красиво. Какой аромат сегодня. Повезло еще из погоды. Плюс 17 обещают синоптики. Мне кажется, на солнышке жидают гораздо больше. Ну, помню, все, не знаю, 21,5. Ну, все в куртках, я в байке. Я, конечно, человек, который закален, но не думаю, что настолько большая разница. Как вы думаете? Потому что слишком тепло все одеты. Для тех, кто, кстати, любит полазить, вот такая вот дорожка на руках. Можно пройти вообще оттуда, по всему периметру и выйти аж вот сюда. Тоже классная придумка. Конечно, трик на туалет. Такой же, как и вон она, 50 рублей. Это, походу, где-то между всеми корректами решили, что будет именно так. Какая красота. Впереди нас ждет белокаменная, волшебная, манящая. Справа голубая, море. Кстати, первый взгляд в Гленджике на море. Чаечки, море чистое, прекрасное. Гленджике, я так же, как у Анапы, любят котиков. Здесь они живут под деревьями, их приходят покормить сердобольные бабушки. Вот. За что еще люблю я набережную Гленджика? Это за вот такие сосны, которые на берегу растут, создают тень и дарят всем прогуливающимся свои фитонциды. Ах, морской воздух, сосновый. Здесь прекрасно все. Такие вот смотровые площадки. Радует, что сезон прошел. Здесь все беленькое, красивенькое и манящее. Манящее. Ребятки, даже можем посмотреть, как люди загорают. Сегодня на календаре, напомню вам, что 23 октября ребенок в море лезет. Ну, конечно, не купается. Хотя, может быть, ему и хотелось бы этого. Как он? Геленджикский створный маяк называется. Основан 19 августа 1897 года. Передний. Ну и посмотрите, как он выглядит. Мы тоже на него при своей давнишней прогулке обращали внимание. Здание очень симпатичное. И створный маяк, это значит, в центре бухты находятся. И отсюда уже можно было понимать, что вы заходите по центру бухты. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Там, если у кого-то есть какие-то истории, вы обязательно напишите. Здесь еще круче. Можно посмотреть одним глазком. Я так понимаю, что вы его рисуете, да? Вау. А как вас зовут? Андрей. Андрей. А почему не? Прям мне нравится. Очень круто. Уже? Да, уже от души. Как вам? Напишите обязательно ваши комментарии. Будет интересно вас послушать. Ну, пойдемте дальше смотреть. Памятник маяка мы увидели. Самое интересное, что этот маяк с датой своего основания практически ни на один день не прекращал свою работу. Представляете? Только там какое-то оборудование поменяли, и на этом, собственно, все. Но пляж первыми купающимися мне радует. Мужчина уже полез в море. Здесь у нас с фонарем мужчина, с собачкой ждет кого-то. Если знаете историю этих памятников, пишите. Вот тоже аллея, уходящая сквозь сосны. Улицы некоторые прям меня восхищают. Сейчас мы уже двигаемся к дому ремесленников. Таким образом, будем именно оттуда знакомиться с ним. Ну, Геленджик, как я и говорил в прошлом, в свои приезда с каждым годом становится все краше, лучше, интереснее. И гуляя сейчас по городу, видя такое количество людей, говорит о том, что двигаются в правильном направлении, в межсезонье привлекая сюда народ. И это прекрасно, ребята. Вот там, пожалуйста, точка общепита, которая работает и сейчас. Барбульки, барбульки. И в полуцию на можно поглядеть. Какая высота она. И сечу на паузу. Хотел Америкашку выпить, но ребята говорят, мы еще закрыты. Пока еще не вариант. Но мы тогда продолжим прогуливаться. Пляж Ален Фонер. Ресорт и спа. Там тоже люди, смотрю, купаются. Ну, что нет там? Море 18-19 градусов. То есть можно и купаться, и наслаждаться. Здесь вот набережная делится на две части. И тут прям сосновая часть ее до фонтана будет идти. Вот в этом месте еще прям до души. Вот что-то народу собралось возле фонтана прям много. Фонтанчик выглядит красиво. И дельфинчиками. Ну, и какое-то строительство идет. Это местечко называется «Реместленная ярмарка». И ждем всех. Будем заходить там внутрь, нам расскажут об этих местах. Будет интересно послушать. Готовьте чаечек и погнали. Сколько я знаю, ребятки, здесь делается все для белочек. Тут голубей. Прям налетело на их кормушку. Очень много. Они даже не боятся совершенно. И вот ребенок идет с ним поконтактировать. Везде статуи, везде места для фотографий. Губернат Гараеве и Алина Валовича. Вот только есть в Новороссийске у нас в Геленджике. Открытие его состоялось 24 августа. Это был подарок как раз к нашему празднику, к дню рождения нашего города. У нас не только здесь ремесленники наши геленджикские, но и всего Краснодарского края. Так хотел наш губернатор, чтобы дом ремесленников был наполнен не только ремесленниками нашего города, но и, конечно, Краснодарского края. И они с удовольствием к нам приезжают. У нас никогда здесь не бывает пусты. Самое такое большое количество людей, это после обеда, особенно к вечеру, когда он весь светится, этот дом ремесленников, очень красиво, ярко. И яркое также было у нас открытие. И теперь это считается как гордость нашего города. Вот у нас сегодня представляет Краснодарский край вот Анна Гущина, которая приехала к нам. Она по росписи. У нее просто очень много приходит детей, которые могут сами взять или лопаточку, или ложечку и под ее руководством очень красиво расписать. Там у нас есть глина, тоже заготовочки. Есть дети приходят, это эмоторика пальчиком, они тоже разрисовывают фигурки, забирают с собой. Есть у нас очень ювелирный мастер, который делает такие шедевры, ведь тоже пользуется популярностью. Вот у нас здесь стоит Наталья Викторовна Яйцун. Вот этот станок, отказский станок, это шедевр, потому что у нас в городе такого нет, и вообще я не знаю, где-то в Краснодарском крае есть. Вот такие красивые пояса, это все, конечно, сделано своими руками. Здесь у нас справа, это наш Марфин Александр Васильевич, который делает из глины, делает наши шедевры, парус наш знаменитый. Дело в том, что он, конечно, высшего класса декоративно пригоднит, потому что вот все вот эти изделия, это, конечно, украшения интерьера, и они пользуются популярностью. А далее у нас наш знаменитый Сергей Анатольевич Дудин. Это человек, наша легенда, наш шедевр, который делает... Бренд. Это бренд, да, да, Саша, правильно, это бренд, потому что вот такие изделия, которые кружки, которые для молока, для памяти, вообще-то и всеми вот этими изделиями можно пользоваться. Он проводит также мастер-классы, и здесь надо так, не ногти иметь, а вот такие, говорит, давай я попробую. Он мне говорит, нет, тебе же копти, копти. Да, и он просто действительно вот прям смотрит люди, когда приходят, вот это под его рук. Вот представляете, бывает, или какая-то красивая чашечка, или какой-то красивый пуршин. Ну, в общем, все такие изделия классные. Он у нас многодетный отец, у него шесть детей. Все дети умеют, занимаются ремеслом. Стоит его красавица Вера Супруга, которая расписывает эти изделия. Поэтому, конечно, это семейная династия. Здесь его доча, его зять, которые также своими руками просто вот так сидят и вяжут свои изделия из шерсти. Сидит, не смотрит, и вяжет. Люди приходят, ждут, получают свое изделие и уходят. Здесь просто большой спектр выбора. Что хотите, то и приобретайте на всю жизнь. Это не лопается ничего. Все можно даже готовить в духовке. Ничего не полопается. Нога зенит, как это я делаю неправильно. Это все в духовке, запекается. Все это экологическая глина. Это наша местная экологическая глина. Это вообще-то здорово. Вячеслав, вот действительно, у него отбоя нет от детей, которые просто сидят. Ему выдаются кисточки. И они спокойно разрисовывают каждую вот эту фигурку. А фигурка – это не просто фигурка. Она еще и свистит, эта фигурка. Это как и свистулька. Вот это шахматы. Это тоже изделие. Это находится в единственном акцентляре в мире. Это валяние. Это искусство. Настолько оно сейчас популярное. Вроде бы они все шарфики тоненькие. Но дело в том, что человек, который вообще не умеет это делать, сел, взял иголочку под руководством руководителя, сделал себе красивую на память вот такую фигурку. Вот видите они все. Это очень увлекательно всем. Это очень увлекательно. Вот сиди, тыкай этой иголочкой. Зато тут шедевр, пожалуйста. Я тоже, когда у меня будет время, я тоже попробую. Это такой валяный шедевр. Красота. Маленький валяю, традиционные наши шапки, барышки, перчатки. Этот человек у нас, я просто его нашла на Платановой аллее. И как бы я ему предложила, уговорила прийти сюда, к нам, в дом ремесленника, потому что этот человек единственный. Не просто столер, а столер деревщик, который вот такие выполняет шедевры. Я стал в десятом в мире производителем, официально, кто заявил о себе ванны раковины из дерева. Первый гост в России, создан для моей фирмы. Раньше не было так. Сколько вот они служат, мне вот просто самое главное. 70 лет гарантии я даю на дерево, 10 лет на лак. Лак высокого качества. Сан-Фанянс обычно столько не живет. Этой традиции 8 веков. Британцы начали 8 веков назад делать ванны из дерева для королев. Я принес вот в Россию новую традицию. И очень буду стараться, чтобы у каждого дома было все изделие из дерева. Это экологично. У меня знак сделан на Кубане. Диплом, выданный губернатором Краснодарского края. А сколько по цене, вот самая простая идея? От 50 тысяч рублей раковина, от 700 тысяч ванна. Давайте ребятам более подробно все теперь покажу. Сказать, вы все это увидите. Ролики на ютюбе. Смотрите, какие изделия, роспись. То есть можете сами прийти, позаниматься. Или приобрести все какие-то такие вот вещи. Научат вас расписывать предметы. В общем, прям все это на набережной находится. Если вам хочется чем-то в непогоду позаниматься, пожалуйста, приходите. Вот вам разнообразные украшения. Так, вот свечи с разными ароматами. А вот это вот ткацкий станок. Как раз таких, кто помнит, такие вот раньше у нас коврики везде были. И вот это делается именно на таком стенке. Как это все выглядит. Интересно. А это девушки, ребята, вяжут. Нужно посмотреть. Разные узоры. И шапочки. Очень красивые получаются. Ребят, а сколько вот, допустим, такая шапочка? Такая 6 рублей. 6 рублей. А такая? Такая тоже 6. 6 рублей. А что за шерсть используете? Шерсть разная. Тут вообще совершенно разные. Ну, все, что у нас есть. Но в основном овечья шерсть. Понял. Спасибо большое. Так. Ну, вот еще выбор. Разный. Здесь вы можете увидеть, как мастер глиняного отдела изготавливает вазы. Прямо здесь при вас. Вот он, Сергей зовут. И далее как раз таки уже посуда разрисована верой. И выглядит все это тоже прям очень-очень красиво. Выбор здесь прям огромный. И теперь у нас вот такая... Также есть и разная одежда. Это вот валяние. Посмотрите, ребята. Ну, вот как раз таки девочки этим занимаются. Валяют. Ну, а здесь глиняное изделие. Можете увидеть. А, Господи, как он мне будет? А можно переводом? Деток подарки разрисовать могут уйти. Детки вы только что видели. И вот в единственном экземпляре здесь как раз таки нам рассказали про шахматы. Я думаю, что прям интересно. Для тех, кто любит это, будет такое противостояние дома устраивать. Очень круто. Лапшина Ольга Ивановна, старший научно-сотрудник отдела истории природы в Музее Юридовское. Набережная, дом, музей. Ну, и тут мы уже знакомимся с интересными объектами. Мы с вами начинаем. Со скульптурой уже, так понимаю, многие познакомились, рассмотрели, сфотографировались. Такая достопримечательность новая в Юлинжуке. Скульптура известных артистов, актеров. Василия Волонового, Владимира Этуша. Тоже одно из украшений нашей набережной. Наверное, вы заметили много у нас скульптур и на набережной, и в различных скверах, парках. То есть, вы же знакомы с нашим городом, частично уже, так понимаю, да? Наверное, обратили внимание, что действительно очень много, и они служат как раз таким местом, где люди с удовольствием фотографируются, хорошая фотозона создается. Ну, а мы сами начинаем нашу экскурсию. Пройдемте, пожалуйста, прямо. Мы с вами сейчас остановимся возле наших потрясающих пицунских сосен. Пройдем по Лермонтовскому бульвару. И, конечно, здесь одна из главных достопримечательностей и бульвар, и нашего гельмежика, конечно же, пицунские сосны. В их окружении мы находимся. Это настоящее богатство, потому что сосна пицунская не только красивое дерево, но еще и приносящее огромную пользу здоровью человека. Она насыщает воздух фитонцидом и гораздо в большем количестве, чем другие виды сосны. Сейчас мы можем с вами гулять по набережной и любоваться этой красотой, но не всегда в городе было так красиво. Эти сосны, первые посадки осуществлялись в начале 20 века, 1910 год, затем уже 1928, также в послевоенный период. Это дело рук человека. Вот эта красота, в окружении которой мы находимся, действительно была создана людьми. Наш лесхост геленджикский совместно с жителями города создавали эту красоту. Это был очень непростой труд, ведь огромное количество сосен было высажено. Конечно, сосна пицунская росла в Геленджике, но это были единичные экземпляры. Таких посадок, конечно, не было естественных, но было создано человеком. Надо отметить, что у нас в Геленджике есть естественный бор сосны пицунской. Расположен в районе хутора Джанхот, 950 гектаров его площадь. Именно оттуда брали саженцы сосны пицунской для того, чтобы высаживать здесь, в нашем городе. Растоят только в двух местах на побережье. У нас и в Абхазии, и в Пицунзе. Но в самой Пицунзе ее намного меньше, 250 гектаров естественный бор, а у нас 950 гектаров. По праву сосну можно было назвать геленджикской. Обнаружили ее в Пицунзе, название сохранилось, и по сей день пицунская она. Можно переименовать, ничего сложного. Можно переименовать, да, уже, наверное, не стоит. Почему? В Пицунзе она находится, допустим, под охраной, и там более такие большие деревья. У вас в геленджике встречаются тоже вот такие вот мощные. Более высокие, да, вы хотите сказать? Или мощные, или именно высокие, да? Ну вот они и толстые, и высокие. То есть мощные, наверное, правильно по-другому. Да. У нас, вы знаете, разные. Вот здесь мы видим с вами такие величественные сосны. Порой встречаем на скалах. Сосна пицунская там в виде изменяется. Она постраивается под, скажем так, почву, на которой растет. Вот, и поэтому она приобретает порой причудливые формы, да, такая витиеватость какую-то. Ну, то есть несколько отличаются, но не все. То есть если мы возьмем вот эти сосны, они похожи на те, которые произрастают в самой Пицунде. Вас они находятся под какой-то защитой? То есть, допустим, бац, там какие-то строительные работы, я смотрю, ведутся с добором. Это памятник природы. То есть... Бор сосны пицунская, именно, который расположен в Жанхоте, памятник природы. А который здесь, на набережной? Нанесение такого ущерба соснам. Есть серьезный штраф, то есть это тоже под охраной. Когда строительство производится какое-то, очень бережно относится с ней к Пицунской, старается ее как-то обойти, да, чтобы ни в коем случае не уничтожить. Я просто впервые, когда приехал в Геленджик, это было еще в детстве, где-то здесь как раз-таки в этом месте отдыхал. Тут еще и пляжи нормальных не было. Тут балуны были вдоль набережной, кроме центрального, имеется в виду, пляж. В тот момент я прям в детстве шел, маленький, они такие большие. И я вот навсегда запомнил красные эти сосны. Для меня Геленджик именно с ними ассоциировался, потому что, ну, как бы, большими промежутками мы не гуляли, а вот красные отдыхали и вот выходили в эти сосны и на море смотрели. Вот эти мне Геленджик просто запал в душу. Запомнился, да? Да, именно из детства. Мы с вами сейчас подойдем к скульптуре очередной и обратим на нее, конечно же, внимание. Ученого кота, которое было основано в Геленджике в 2008 году. Автор, талантливый скульптор Геннадий Панько. Эта скульптура пользуется популярностью среди учащихся студентов, потому что они порой обращаются к ней за помощью. И существует поверье, что если дотронуться до левой лапки этого кота перед экзаменом, то это принесет удачу, то есть, как раз так, гарантированно успех, успех. Ну, это как дополнение, не вместо учебы, а вот все-таки, чтобы удача способствовала. И мы видим с вами, что, в принципе, заметно, что многие дотрагиваются, да, то есть по самой скульптуре, верят в это. Ну, когда человек видит во что-то хорошее, это замечательно. Кстати, ну, конечно, потрясающий дуб у нас здесь растет. Там гильджикал характерный. Русалка, да, на ветвях сидит. На ветвях сидит. Все как положено. Вот, у нас много в гильджике и сосень, и дубов. Дубовые рощи встречаются. Это такой вот величественный дуб, который очень хорошо сочетается с этой скульптурной композицией. Пойдемте, пожалуйста, дальше. Можете обратить внимание, чтобы дополнить и золотая цепь на дубе том, и русалка на ветвях сидит. То есть все, как писал наш достопочный поэт. И все пошли фотографироваться. Щупают ручки, ножки у котиков. Красота. Слушайте, ну, какая атмосфера, какая погода, дорогие мои друзья. Это фантастика. Ой, и сюда, выглядите, как здесь красиво. Как украшена набережная. Острые цветочки. Несмотря на то, что сейчас осень, здесь ребята наши спустились и пошли на нижнюю часть. Я хочу чуть-чуть еще верхнюю показать, сколько людей гуляет, и какие краски. При солнышке. Там впереди фонтан работает. В общем, красота, дорогие мои друзья. Ну, пойдемте к набережной. Там продолжение рассказа про эти места. Нас с вами ждет. Как едой-то пахнет. И дальше здесь ресторанчики еще будут продаться. Кстати, здесь ракушка работает. Местечко. Можно посмотреть, что почему здесь. Можно немножко попить и поесть. Наша бухта образована двумя мысами. Толстым и тонким. Расстояние между которыми равняется одной морской миле. Это 1852 метра. Бухта наша имеет красивое обравнение в виде гор. На противоположной стороне мы видим еще одну красоту. Бухта наша очень живописная, но мелководная. Глубина в центральной части бухты составляет 7-9 метров. На выходе 17-19. Ежегодно в нашем городе проходит такое соревнование. Очень популярное морская миля. Люди переплывают нашу бухту от толстого до тонкого мыса. Это происходит, как правило, в первое воскресенье августа. Активно участие принимают в этом соревновании. И местные жители многократно, причем, и, конечно, гости города. То есть это очень стало популярным. Такое замечательное соревнование. Бухта наша живописная. Также она еще и может порадовать различными обитателями морскими. Это, конечно, положительный момент. Экология, хоть и не в идеальном состоянии у нас, конечно же, но в то же время обитатели есть. Барабуля, Ставрида, ПТ Пеленгас, конечно, и морской еж. Заплывают наши бухты дельфины. Есть у нас различные моллюски. То есть это не только в открытом море, но и в самой бухте. Красная таунка, и, конечно, мы не можем не обратить на него внимания. Это одна из лучших здравий, из Геленджика, прекрасный санаторий. Основанного в 1984 году. Почему такое название Красная Талка? Такое необычное достаточно. Да, и часто возникает вопрос, почему именно так назвали этот санаторий. Это в память ткачей, которые устроили такое восстание, забастовку в 1905 году. И они были расстреляны, кровавое было восстание на реке Талка. Поэтому Красная Талка. Эта санаторий создана, начальна, профсоюзом ткачей города Иваново. В настоящее время этот санаторий радует и широким спектром предоставляемых услуг, и прекрасной инфраструктурой, замечательной территорией. Такая замечательная здравница нашего города. Друзья, вы только гляньте, какие пестрые краски люди отдыхают. С левой стороны это Красная Талка называется. Работает фонтан. Санта-фе кафе. Нас уже ждут дальше, нам надо поспешать. Пишите, как вам Геленджик вообще нравится, не нравится. Я был в момент, когда приезжал, были какие-то моменты негативные. Но в основном всегда восхищался и завидовал. Потому что слишком крутое развитие. Здесь вы это все можете увидеть, в какой атмосфере мы с вами сейчас находимся. Кстати, здесь мы проходим один из крутейших памятников. Лично для меня это Ассоль. Ищет своего прекрасного, классного. Где же ты, моя Ассоль, который меня там ждать будешь? Ну, везде домики, домики. Вот вам еще один грин-памятник. Круто, классно и прекрасно. Геленджик солнечно радует. Нам про каждый памятник рассказывают экскурсию. Да, Грина, Далл и Паруса. Очень такая достойная, скажем так, работа. Князья Лынзина. Также мы видим, напротив практически находится памятник этому писателю. В отличный образ. Соответственно, скажем так, создан. Девушке, которая смотрит в дальнюю, ждет Грея. Здесь и прослеживается в его образе, и легкости, и какая-то чистота. А некоторая тревога, потому что она в ожидании находится, смотрит вдаль. И, конечно, мы с вами обратим внимание на нашу растительность. Давайте подойдем поближе. И розы еще цветут, и юльки зацветают. Юльки у нас круглый год цветут, и в последнее время прям круглый год. Даже зимний период мы видим эту красоту. И капустница бабочки, да? И бабочки у нас до декабря. Юльки очень много в нашем городе. Привлекательная юка не только в период цветения, но даже без вот этих таких величественных цветов. Сами листья мечевидной формы высоко декоративны. Ну, конечно, когда юка цветет, она выглядит великолепно. И радует то, что действительно цветет она много раз в году. И даже порой на Новый год мы видим эту красоту. Где-то идет снег, а у нас на Новый год цветут юки. Юка считается очень таким благоприятным растением, которое приносит удачу, счастье. Считается, что если посадить ее у себя во дворе, возле дома, такая гарантия, скажем так, что дела будут улучшаться благополучным образом. Ну, а в нашем городе много этих растений. Это тоже такой знак того, что атмосфера в Геленджике, она соответствующая. Мы видим с вами неподалеку тоже произрастают пальмы. Мы знаем, что для пальм гораздо больше подходит другой южный город, Сочи. Там много различных видов пальм произрастает. Но у нас тоже есть. Нам захотелось, чтобы в нашем прекрасном городе были эти экзотические растения. У нас произрастает только один вид пальмы, который мы видим с вами, Тархикарбус. Почему именно этот вид? Потому что он, ну, скажем так, более устойчивый. И он выдерживает наш климат. Климат у нас благоприятный, но есть у него одна особенность. Это северо-восточный ветер, Нордост. Когда он дует, тяжело бывает не только местным жителям и гостям города, но и растениям. Другие пальмы не выдерживают Нордоста. Эта пальма более стойкая. И, конечно, мы тоже ее защищаем от таких периодов холодных, скажем так, окутывают ее специальной пленкой, да, чтобы она не пострадала. И все происходит благополучно. Вот что касается Нордоста, особенность климата Геленджика, летом мы Нордосту очень рады. Это прекрасный санитар, очищает море, воздух от загрязнения. Это наш такой серьезный помощник. Без него курорт, наверное, бы не вышел, потому что ту очистительную работу, которую он осуществляет, никакая другая сила не в состоянии осуществить. Но, конечно, в межсезонье мы встречаем его не столь доброжелательно, он может достигать ураганной силы, даже приводить к разрушению. В большей степени от Нордоста страдает, конечно, Новороссийск. У нас горы, хотя и невысокие, но все-таки служат некоторой его защитой. И, конечно, когда дует Нордост, потрясающая погода в плане красоты. То есть чистейшее море, ясное небо. Но холодно, нужно хорошо одеваться, если захочется, совершить прогулку именно в Нордост. Колбасный цех Макдан, Старш Кафе, называется с левой стороны, ну и прогулочная улица туда пошла. Здесь еще один парк, кстати, вот когда я приходил, он только здесь начинал появляться. Или, может, я ошибаюсь, не помню. А с правой стороны сыроварни, ареста сырная лавка. Тоже уже украшена косними, с тыквами. Выглядит это симпатично. Ну, а также здесь находятся, помните, фонтан для Нжика, но, по-моему, он уже не работает. Осталась только зеркальная такая набережная. Собственно, детям езди поиграть. Взрослые сидят, кофе пьют. Я все никак не могу кофе купить. Мне прям как-то не везет. В первой стороны бачата танцуют, ребята. Красота. Ну, можно познакомиться и тоже потанцевать вместе. Ну, и здесь я впервые увидел набережную Стекла. Потом и у нас в Анапе появилась. И в Ялте она большущая. Жалко, конечно, что фонтанчик не работает уже. Но все равно вид здесь очень-очень красивый. И на море. Вот здесь такой обрыв. И, в принципе, на лавочке, на людей. Красиво. Очень много разных баров. И как раз-таки вот из-за этого места я возмущаюсь по поводу набережной Геленджика. Потому что с него мы не видим море. Хотя, я смотрю, тут некоторые пространства сделаны воздушными. Вот если так полностью первый этаж был, ну, в принципе, было бы неплохо. А также вообще можно было бы поднять и вторым этажом делать рестораны на первой, чтобы люди свободно выходили. Там вообще никаких не было бы вопросов. Там старинное особняк, старинное здание. Одно из немногих сохраняется в Геленджике. Потому что в годы Великой Отечественной войны сильно бомбили наш город. И, к сожалению, очень мало их осталось. Мы видим с вами, правда, скрыто частично таким вот зеленым забором здание. Называется оно с эркерами и шпилями. Это старинное здание конца 19 века. Надежало оно на ворсийскому таможеннику Савицкому. Затем здание было национализировано и стало одним из корпусов старейшей здравницы Геленджика Приморья, на территории которой мы сейчас с вами и находимся. Сначала это был дом отдыха Приморья, основанном в 1929 году. И вот это здание было одним из корпусов Приморья. Проходили годы, здание ветшало. И уже была угроза его исчезновения. Затем уже частная компания выкупила это здание и провела щадящую реставрацию, что немаловажно, потому что сохранились основные вот эти интересные архитектурные элементы. Мы видим с вами шпили, очень хорошо заметны даже отсюда. И эркер. Эркер – это выступы на самом здании. С 2000 года была гостиница «Звуки музыки». Очень популярная среди гостей нашего города. Люди отмечали удивительную атмосферу, которая царит в этом здании. Мало того, что прекрасное положение, внешне очень интересное старинное здание, атмосфера действительно удивительная. Несколько лет назад отель Приморья снова выкупил это здание, провел еще одну реставрацию, тоже частью щадящую. И теперь это элитный корпус отеля Приморья. Посмотрите, ребятки там, акулы. Ребята их побежали, срочно фотографируют. Ну, здесь мини-гольф находится. У них прямо на набережной тоже довольно-таки интересно прийти, покатать чарики. Игра стоит 300 рублей. Единственное, здесь, походу, пока выходная, ребята, Приморья туда, выход на пляж. Александр Павлович. Александр Павлович, вы житель Геленджика? Я вообще житель Краснодарского края. Но в Геленджике. Жил в Анапе, кстати. Прекрасно. А почему Геленджик? Понавелось больше, чем Анапа? Ну, здесь чуть-чуть, будем говорить, интереснее набережная. Погулять, покататься. Да, вот так вот здесь. Всем анапчанам привет. Это окончательный ваш выбор или будете к нам возвращаться еще? Думаю, пока здесь. От души. Спасибо, что глядите. Удачи, дорогие. Всем привет. Спасибо, до свидания. Геленджиканин, почетного жителя города Геленджика, Евгения Киселя. Который имеет много достижений. Ну, не успеем о них поговорить, потому что у нас время ограничено. Здесь, на территории отеля Приморья, это также тести и Самантурова. Мы с вами обратим внимание на памятник советской архитектуры. К счастью, сохранившиеся. Потому что вообще по всей стране очень мало архитектуры советского периода. Это потрясающая колоннада, которая радует своей красотой, радует то, что действительно ее сохранили. Мы видим с вами здесь вот такая балюстрада, идентичная на набережной. Наша набережная не была всегда такой прекрасной. Эту красивую балюстраду давали на протяжении многих лет, начиная с 2000 года. И теперь эта набережная тоже является достопримечательностью нашего города. И здесь мы видим с вами точно такие же балясины, полное соответствие. Что касается этой колоннады, это середина прошлого века, 50-е годы. Это парадный вход в старейшую травницу Геленджика Приморья. Дом отдыха тогда был Приморье. За ней находилась очень популярная танцевальная площадка. Популярная среди местных жителей, конечно, гостей нашего города. То есть такой центр был, где люди встречались, общались, знакомились. И, кстати, очень много пар сложилось благодаря вот этой танцевальной площадке. Люди находили свое счастье. И сейчас, спустя десятки лет, они порой приезжают в Геленджик именно с той целью, чтобы вновь посетить это место и поблагодарить его за счастливую встречу. Напротив, памятник 90 барсам за советскую власть был установлен в 1923 году. Рассказывает пробелочек. Начинается настоящий конфликт, то есть разбирательство, порой наблюдаем за этой встречей. Почему пришла на набережную, какое право имела, это относится к кавказской белке. Конечно, наши кавказские белочки тоже встречаются в Геленджике в немалом количестве, но в той части города, которая ближе к горам. То есть мы их, конечно, видим. Но здесь вот хозяйничают приезжие белочки. Они, конечно, отличаются своей красотой, но характер у них, скажем так, хуже. Они порой себя достаточно нагло ведут, выпрашивают кормы даже у тех людей, которые не планировали их кормить. Здесь наша же кавказская очень скромная, стеснительная, дикая. Ее нужно уговаривать долго, чтобы она приняла какой-то дар, какую-то гостиницу. Мы добрались лично для меня до самого центрового места Геленджика. Солнцем залитого и прекрасного. Здесь, друзья, мы выходим к фонтану. Кстати, я ожидал, что людей здесь будет побольше, но в принципе, как и есть. Выглядит все очень симпатично. Фонтанчик мне этот тоже очень-очень нравится. Ну, если туда посмотреть, там тоже людей прогуливаются. Как бы нормально. Тут говорят, подайте еще памятник, и сейчас мы туда отправимся. Я хочу одним глазком взглянуть на пляж, вижу, что купаются здесь люди. И вот тут уже непонятно, кто в чем. Кто-то вот в кухтках, дубленках, в шапках, кто-то вот в купальниках стоит. Вот Геленджик. И там купаются, ребятки, и загорает. В общем, погода радует. На солнце, на черном прям вообще очень жарко. У меня 22 градусов на солнце. Хотя вроде бы немножко прохладно. Ребята, что-то танцуют. Жизнь, а за памятником находится вообще детская площадка, которая мне очень-очень импонирует. Я когда впервые ее видел в Геленджике, прям позавидовал городу. Очень сильно и от всей души выпекана. Между деревьев, порезиненное покрытие. И абсолютно бесплатное. Там куча разных аттракционов, разнообразных для детей. Вот так вот. Лайк можно поставить этому местечку. Корабли, яхты, навигация работает. У нас в Анапе уже все практически отдыхают до следующего года. Этот памятник был создан из гипса. И, конечно, недолговечный материал со временем он начал разрушаться. И затем уже ученик Торича, Джебраев, тоже из Санкт-Петербурга, создал копию этого памятника, уже медную. То есть у нас было дважды открытие этого памятника. И вот перед нами эта замечательная скульптура, этот памятник великому поэту. Очень талантливо созданный. То есть здесь Михаил Юрьевич создан именно таким, каким он был в жизни. Образ в полной мере соответствует. Геленджики говорят, рыбка исполняет желание 100%. Но судя по вот этой детской площадке, которая только что восхитительные оды свои пел, вот так и демоговскую хотя бы не взглядим, потому что время ограничено, мы прям бежим-бежим дальше. В октябре люди продолжали загорать и купаться. Геленджик с температурой моря 20 градусов, да? Вот так вот мы засняли великолепный забег в море. Прям восхитительно на это посмотреть. Особенно, когда вы в своих городах уже мерзнете и снег нам присылаетесь. Мы с вами обратим внимание на песчаный пляж, который создан в Геленджике искусственным путем. То есть центральный пляж у нас именно песчаный. Создали 70-е годы прошлого века. Это был разработан грандиозный проект, который получил резонанс даже за рубежом. Проект грандиозный, одновременно бюджетный, потому что песок не привозной. Он был намыт со дна нашей Геленджикской бухты. Это мелкий ракушечник. Если мы возьмем в руки песок, то частички, фрагменты ракушек прослеживаются. Он отличается от классического песка, той же Анапы, например. То есть у нас другой песок, но местный. На протяжении, получается, уже более полувека. Этот пляж существует и радует тех, кто предпочитает все же песчаные пляжи. Ведь для нашего города характерны все-таки, естественно, галечные пляжи. От мелкой до крупной гальки. А этот пляж специально для тех, кто все-таки отдает предпочтение песчаному пляжу. Конечно, не так просто поддерживать этот пляж, защищать от выдувания ветрами нашими многочисленными, от вымывания морем, потому что море забирает свое, скажем так, себе. Но с этим справляется успешно у нас в Геленджике. Перед нами скульптура доктора Сульжинского, основателя курортного дела в Геленджике. Доктор Сульжинский построил первый в Геленджике частный санаторий в 1898 году. Этот санаторий всегда очень важную роль, потому что был построен первым на всем Черноморском побережье. Затем уже другие люди повторяют опыт этого человека, начинают строить здравницы в Геленджике, и курорт, что называется, довольно-таки быстрыми темпами. Вот, ну, и эта скульптура находится прямо перед нашим музеем, куда мы с вами сейчас, собственно, и... Прежде чем отправиться в музей, хочу запомнить с вами эту атмосферу Геленджика. Неспешные прогулки, море, купающиеся люди. Людей здесь очень много. Прям очень классно. Очень прекрасно. Слушайте, сколько раз был в Геленджике, ни разу не был в музее. Вот сегодня есть такая возможность. Я вас стал приглашаем. Как так получилось, что ни разу не попадал в этот музей? Очень интересно это. Друзья, мы зашли в самый музей. И пойдемте слушать экскурсию. Очень красиво. Мне это прям очень-очень интересно. Музею в этом году, 18 июля, исполнилось 115 лет. Полгода мы вели прямо большую работу по тому, как экспонировали самые лучшие экспонаты, самые уникальные каждую неделю. У нас в фондах хранится более 79 тысяч только основного фонда. И несмотря на то, что кажется, что музей такой небольшой, краеведческий, фонд достаточно большой. Не считая научно-вспомогательного и не считая, конечно же, документального. Мы сегодня предлагаем вам посмотреть самые уникальные экспонаты, которые, ну, чтобы не проводить большую, да, и если какие-то вопросы будут по каким-то отдельным фонатам, я с удовольствием вам отвечу. Но то, что наши изюминки, чем славится Геленджикский музей, я вам с удовольствием покажу и расскажу. Проходите за мной, пожалуйста. Просто гости приезжают для того, чтобы посмотреть дольмену. У нас очень большая коллекция пробок. Дольменная культура, к сожалению, мало сохранилась, только если вы поедете сюда на реке Жанэ. Коллекция пробок научными сотрудниками собиралась в течение нескольких десятков лет, поэтому две уникальные пробки. Вот эта пробка с солярными знаками, символ поклонения Солнцу, то есть уже в то время люди понимали, что есть некая планета, все остальное движется вокруг нее. И пробка с печатью, она так называется, она более позднего периода. И прямо на ней вот такой вот крест стоит. Все остальные пробки, они просто обтесаны. Вы посмотрите, почему пробка имеет такую форму. Потому что дольмен символизировал женское начало, а пробка мужское начало. То есть в то время они уже понимали, что мужчина-женщина – это одно целое, которое дает продолжение рода. То есть не было смерти, была жизнь, после жизни. И поэтому, как во всех погребальных сооружениях, накладывали предметы, которые нужны будут в следующей жизни. Поэтому, конечно, нигде вы больше вот такой коллекции не увидите. Потому что дольменная культура не отходила никуда до 2002 года. Только профессор Трифонов сделал так, чтобы их занесли в мировой реестр памятников архитектуры. Второй предмет, с которым я хотела вас познакомить – это шлем отический. Их всего четыре в стране. Один из них принадлежит нам. Четвертый век до нашей эры. Как он сюда попал, никто, к сожалению, не знает. Найден он был в районе села Пша. Как бы мы ни хранили железо, видите, железо все равно поддается коррозии, оно со временем рассыпается. Здесь уникальный сплав. То есть это подлинный предмет. Он был в Ростове. Там посмотрели специалисты. Действительно, и уже в IV веке до нашей эры мы с вами видели прекрасную отливку. Уже первые заклепки. Конечно, он немножко деформирован. У нас нет никакого специального температурного режима. Делали все на веках. Поэтому, конечно, это вот первый предмет, которым мы очень-очень гордимся. Второй предмет, который стал логотипом музея – это золотая лань или начальник. К лошадям у адыгов было особое отношение, потому что лошадь – это правая рука, верный друг и товарищ. И, конечно, их украшали. Украшали массивно. Это были бляшки, пряжки всевозможные. Конечно, на чулу усаживался вот начальник. Ну, вы наверняка видели, у рыцарей они такие большие. И Майкопский музей нам привозил. У нас она единственная в мире, потому что такая прям девичья история очень. Она бронзовая, покрыта по золотой. Второй такой нигде нет. Это столовая посуда. У адыгов один раз вы увидите такой кувшин для воды, и больше ни с каким другим вы не испытаете. На нем сосочки. Символ женского начала. Тоже очень нравится нашим гостям. Считается, что девочка, девушка, женщина, которая пьет из такого сосуда, она будет иметь много детей. Кольчуга. Да, 25 тысяч колец у нас здесь. Это самая простая двухколечная. Были трех, четырех и пятиколечные кольчуги. А в пятиколечную кольчугу, представляете, сплющивалась пуля. До тех пор, пока не придумали нарезные пули. Их носили летом. У нас примерно где-то около 25 тысяч колец здесь. Все это вручную. Где-то примерно полтора года мастера собирали такие кольчуги. Шапочка называется мисюка. Верхняя часть сделана, да, и по тому же принципу, как кольчуга. Мужчины воевали. Две женщины, конечно, в богатых семьях занимались золотушитьем, потому что у адыгов князья были. И были бедные люди, потому что за всю жизнь ты, если много хороших дел сделал, ты не станешь князем, потому что только по праву рождения переходил к титулу. Нитка золотая очень тонкая. Здесь, значит, очень много подчастников. Подчастник раз, подчастник два, подчастник три, подчастник четыре. Часы на цепочке стоили дорого. Мужчины, приходя домой, складывали вот в такой кармашек часы, и они как вот картины, представляете, у них там хранились. Потому что для своего мужчины сделать что-либо, да, это очень престижно. То есть я тебя жду, я тебя люблю, и вот для тебя своими руками что-то делают. Веер петелька раз, петелька два. Длинная деревянная палочка, веер одевался на палочку. Но мы сейчас с вами привыкли, что когда нам жарко, мы просто обмахиваемся веерами. А дыги придумали систему дыхания с помощью вееров и лечили. Вот как система бутейка, помните, была в Советском Союзе, когда вдох-выдох, вот точно так же с веером они придумали и вылечивали верхние и нижние пути. Ну то же самое, как сейчас йоги дышат. Поэтому тоже очень интересно. Клыт кабана здесь под номером 11 у нас лежит. Для чего клыт кабана нужен был при золотошвейном искусстве. После того, как золотошвейное изделие было закончено, его заливали горячим воском и затирали клыком кабана. То есть мы сейчас с вами документы что делаем? Ламинируем. Происходила даже самая ламинация за счет горячего воска. И поэтому, несмотря на то, что время идет, золотошвейные изделия в прекрасной сохранности остаются. Это праздничное женское одеяние. Сай называется. Очень украшена вот эта часть, где грудь. Украшены всегда были ремни, длинные рукава и платье в самый пол. Почему? Потому что считается в аэгейской культуре, что через открытую грудь, открытые руки, открытые животные, открытые ноги в душу может попасть злой дух. И то есть женщина уже не будет благочестивой, поэтому она станет такой злой, скажем так. И поэтому в качестве берега эти части закрывали. Дома она ходила в платье с коротким рукавом, но даже выйдя во двор, она одевала вот такие приставные рукава у нее были. Ну и, конечно же, какие девочки без каблуков. В праздничные дни аэгейские княгини поднимались вот на такие ходули. Они деревянные, легкие, ее зашнуровывали, но ноги в них поднимать, как вы понимаете, невозможно. Для того, чтобы добавить планы с походки и для того, чтобы показать свою стадость. Я княгиня, то есть она практически на 12 сантиметров выше всех становилась. Танцевать, она, конечно, снимали с нее, она в чучках шла, танцевала, потом опять оттягивалась. И вот с целью праздник ходила вот так вот на каблуках. Девчонки-студентки спрашивают, ноги болели? Я говорю, ну попробуйте, да, здесь, конечно, как и у нас с вами. Поэтому болят вот так ноги. Ну и еще одно украшение нашего зала, это, конечно, макет Бележикского военного укрепления. Сделал его наш художник главный, Александр Михайлович Забали. И мы с вами находимся по этой границе, потому что вот так напротив нас прямо ухты-бухты кафе стоит. Под ним выходит река Суаран. Почему здесь? Потому что река Суаран проходит вдоль улицы Островского, начиная с гор и выходит подкрытое море, как раз вот под этим кафе. Это был единственный источник питьевой воды. Вот сейчас вы прошлись по набережной, да, трудно представить, что это когда-то было одно сплошное болото. На самом деле это было так. Поэтому ее забетонировали, и она сейчас находится прямо в посередине города. Мы ее с вами не видим. Здесь заканчивается наш песочный пляж. Вот такую небольшую территорию занимало укрепление. А это ровно один квартал от нас, улица Ленин. Это был неправильный пятиугольник, закрытый с гор и открытый с моря. На территории были казармы, офицерские дома. Самый красивый дом, это был дом нашего первого коменданта Петра Петровича Чайковского. Он дядя знаменитого композитора Петра Ильича Чайковского. Ну и, конечно же, в 1837 году прибыл в бухту укрепление император Всероссийский Николай I, для того, чтобы поблагодарить солдат за службу и поприветствовать их. Здесь сабля драгунская, эспантон, это пороховница костяная и, конечно же, денежные средства. Если вы посмотрите, 3 копейки серебром написано, а 1 копейка серебром на самом деле медные деньги сделаны так по весу, чтобы соответствовать нам и на лоб. Ну и пушка. Пушка, конечно, стояла в укреплении. В Беленджикском это ядра от нее, поэтому это тоже подлинный экспонат. Все, что вы сегодня видите, это очень сильные научные образования. Они сами пишут книги, самые достоинные. Так как тема пресс-тура у нас природы Геленджика, мы не могли вас сказать без таких подарков. Конкретно о природе Геленджика можно прочитать, о флоре, о фауне. Очень много всего интересного. На многих объектах мы с вами побываем. Вектор музея Наталья Геннадьевна, каждому из вас, мы будем учить такую книжечку. И значок 115 музея, как раз-таки здесь запечатлена Алань. Вот такие вот подарочки. Пока все там получают подарки, я решил пробежаться по экспозиции, чтобы вам показать. Это невеста, которую вы видели на набережной. Здесь еще просто целый второй этаж стоит. Нам готово тут, в принципе, рассказывать, но по времени мы ограничены. И здесь очень много интересных вещей. Кто-то снизу разглядел. Действительно, экспозиция крутейшая. Посмотреть на одежду, предметы быта, может, снаряды Великой Отечественной. Хотя, может, что-то я путать могу, ребят, поэтому простите. Не обжать. Вот это, смотрите, в настоящем исполнении, как выглядело оружие. Я его только в кино видел. Такое. Тут оно, все видно. Хвостовик от мины. Круто, круто, круто. Мне понравилась экскурсия. Советую посещению музея. Довольно-таки интересно там побывать. Если вдруг не были, хотите познакомиться с историей Гинджика, берите обязательно экскурсию. Рассказывают просто восхитительно. Ну и подарки. Прям однозначный лайк. Теперь пора, как говорится, нам двигаться дальше и что-нибудь вкусное съесть. И это великолепно, что такая возможность есть. Каждым моментом людей на набережной становилось все больше. Игровая музычка. Но море не могу сказать, что больше. Люди приходят, купаются, фотографируются, загорают. Сезон точно продолжается. Наша группа все в телефонах. СМИ они такие. Обедать мы сегодня будем. Городское кафе Геленджик называется. Напротив прям фонтан. Это находится местечко. И, собственно, садимся. Здесь ребята можете посмотреть на кухню, что предлагают, если вы попадете в кафе. Делают кофеечек на песке. Столы нафрывают. Перед тем, как прийти сюда, нам рассказывали, какой здесь крутой санузел. Света не хватает для моей камеры, но сделано в виде дольмена. После музея выглядит прикольно. В портал куда-то. Ну, симпатичный, конечно. Ресторан — это сердце Геленджика. И мы хотим наших гостей, гостей города Геленджик, познакомиться с культурой и с традициями города. Если вы обратите внимание, у нас очень интересная форма зала. У нас на потолке реки, это течение. У нас вся наша мебель, весь наш интерьер — это детально продуманное, связанное с историей, с городом Геленджик. Для особо внимательных людей, можно заметить такие моменты, которые в нашем интерьере присутствуют. Это отсылка к различным стилям и к различным странам и народностям, которые жили на территории города Геленджик. Эта зона у нас представлена зона Турции. Это мягкие диваны, стулья, столы. В Греции у нас вот там, на нашей колонне, есть раскопки античных складов. Отсылка к советскому периоду, это можно посмотреть, это барельеф. Да, это никто, который мы перенесли на нашу стену, как в Советском Союзе, очень было распространено. Брельефы и пол. Это тоже отсылка к Советскому Союзу. Эту плитку мы покупали, ломали, выкладывали. То есть каждая деталь, каждая мелочь нашего интерьера, она несет какое-то значение. Турноморская обрабулька. Пожалуйста, вот у нас есть люстра, полностью ручной работы. Каждая рыбка, она отливалась отдельно и собиралась вот в такую вот косяк, в нашу достопримечательность. Что касается нашего меню, его вам расскажет наш шеф-повар. Здравствуйте. Зовут меня Николай, фамилия моя Боркин. Я являюсь шеф-поваром ресторана «Геленджик». Меню у нас по продуктам на 90% состоит из тех продуктов, которые производятся в Краснодарском крае. Хлеб мы производим сами, сыры местные, колбасы фермерские и все остальное. Почему 90%? Потому что мы не забываем все-таки об истории города, мы не забываем, что у нас многонациональный край, где живут там в том числе и греки, армяне, русские, черкесы, адреки. Сыр у нас весь местный. То есть это апрао, выдержанное в вине, в розмарине. Это в станице Раевска у нас есть марина, фермер. Она делает замечательный трюфельный сыр нам. Сыр с пожитником у нас от вилла де фромаж. Оливки у нас греческие, выдержанные в оливковом масле первого холодного отжима. Также на столе вы можете увидеть такую закуску нашу. Это незрелый миндаль, маринованный. Это производство Турция. Замечательные турецкие соленья, которые продают в том числе прямо в стаканчиках Турции. Колбаса с салями. Это город Краснодар, Новая Адыгея. Ребят замечательный магазин. Они делают прошуток, кокус, салями, и другие сыровяленые деликатесы. К примеру, также на ваших столах находится закуска. Это взбитая фета с инжиром. Мы как бы встретились с вами в такое время, что уже приближается ноябрь. Каждые три месяца мы меняем меню. Большая часть продуктов, которая была за эти три месяца, они уже отходят. Фета – это вообще производство Геленджик. Индивидуальный предприниматель Лазариди делают замечательный продукт, который очень сильно отличается от того, что продают в магазинах, как минимум по составу и консистенции эта фета плавится при нагреве, в отличие от других, которые просто обугливаются и горят. Она замешана с соком лимона, цедрой лимона, перебита, и инжир представлен в двух видах. Топленый в крымском портвейне и свежий. Также паштет с печенью индейки, присыпанный хлопьями миндаля. Подаем мы его с вареньем из кутовника, которое тоже уже заканчивается, тоже его уже больше не будет. В новом сезоне у нас будет паштет с вареньем из черной лисички. Советую прийти попробовать, такого больше вы нигде точно не попробуете. У нас в городе это 100%, в крае, я думаю, тоже вряд ли где-то это будет. Придерживаясь локальности, придерживаясь сезона, отдавая дань истории нашего города, мы собираем каждые три месяца вот такие разнообразные продукты и создаем меню. Приятного аппетита, пробуйте. Дальше еще будет наше блюдо, которое вообще никогда не уходит из меню, это пряный бульон рыбный, в котором также в составе находится барабулька, кефаль, рапаны, мидии. Принесут горячее в виде барабули, обжаренной в кукурузной муке. Приятного аппетита, на каждую бульон, пробуйте. Господа, давайте я хочу вас поприветствовать. Пожалуйста, для вас так, ребятки, вот про эту люстру нам рассказывали, посмотрите, из барабули, отлита каждую вручную, вот это те самые реки, там вот раскопки гаргипии сделаны, фотосессии для повара и балерии от СССР. Вот так вот выглядит именно этот ресторан. Счастье, смотрите, пошло, ребята, ваше здоровье. Дай бог, чтобы все было хорошо, давно Юра не пил. Прощай, моя диета. Ну, вкусно, очень. Подают супчик пряный, с редким. Вот так вот выглядит пряный супчик. Давайте попробуем. Мнюха. Ну, по вкусу, примерно, если что хотите понять, что это, то похоже, только из морских морепродуктов. Очень вкусно. барабулечка, обжаренная в кукурузной муке. На украшение у нас микрозелень зеленого горошка и лимончик. Можете по вкусу выливить лимончик к барабуле. Будет приятно балансировать. Вот. Можете попробовать и так, и без мальчика. Спасибо. Постановочные карелочки. Так, и дегустация барабульная. Нежная, вкусная, без посторонних привкусов. Особенно, когда ты ощущаешь, что сейчас самая дорогая рыба на рынке дороже, чем в последний раз она стоила 1200 за килограмм. Сказайте. Спасибо огромнейшее. Очень вкусно было. И спасибо за рассказ. Тоже я потом сидел, пробовал все ваши закуски и смотрел все то, о чем вы рассказывали. Было приятно сначала, так сказать, на слух попробовать, а потом уже очень. Спасибо большое. Обязательно за режим, да. Понравилось очень, ребята, очень вкусно, что вот видите, можно подойти и поблагодарить непосредственно самого гуру этого ресторана. Повар, действительно, от бога, и он рассказал так о своей еде, что когда я ел, я помню каждое блюдо, в принципе, и мне это прям очень зашло. Больше всего были удивительны для меня вот эти оливки, маслины, как хотите их назвать, и зеленые, и вяленые, вот так вот, ну и все остальное, высший пилотаж. Следующей точкой нашего пресс-тура является Теренкор, друзья. Мы приехали в то местечко, где он начинается. Теренкор Мархотт. Название его. Здесь уже открываются виды на бухту Геленджика, красивые деревья кругом. Вот тут музыкальные машинки подъехали, на которых мы будем двигаться дальше. Вот так выглядит сам Теренкор. Вообще, здесь он для пеших прогулок, но нам надо его посетить довольно-таки быстро, поэтому мы поедем на вот таких прекрасных джипах. Будет весело, задорно и прикольно, я думаю. Здесь имеется туалет, также вот такая вот прекрасная смотровая площадка, с которой открываются великолепные виды, раз таки и на город, все-таки можно посмотреть, также под солнышком отдохнуть. Девчонки здесь живо, все делают свои фотографии, чтобы заполнить соцсети. и посмотрите, все-таки еще высоты не хватает. Ну что, нас ждет высота, друзья, будет очень интересно. Поехали, на скале, если будут ветки, то будьте аккуратны, вас всех поубивают. Девчонки, поважайте ручками. Ура! Молодцы! Вот это контент пошел. Насколько здесь прикольно, вот сзади нас машинка чуть притормаживает. Почему? Это ж веселее. И вот так. Наши два джипа. Редактор говорят, что дорогу здесь плохо знают. Обычно здесь на джипах не ездят просто. Обычно движение идет пешком тут туристы в шоке да ладно сейчас новые вышли итак ребятки смотрим на то как сзади нас тут двигается джип вот это виски писки девчонки подвести не захотели я думаю тоже так идешь в гора тут кто-то на джипе подвести куда в лес и так уже пришли они с музыкой в них там прям качают нормально здесь есть такие вот точки остановки можно прийти посидеть причем даже с подсветкой чуть веточек чуть-чуть настроение что-то отвалилось глаза глаза берегите самое главное еще одна точка остановки я думаю никто так и рассказывал быстро экскурсию по территорию посмотрите налево не смотрите на правую берите голову наконец-то мы начинаем разглядят он кстати тоже ребята сидят очень уютно вид на бухту красивый красиво еще одна точка остановки ура вау наконец-то мы увидели эту красоту вау мы можем насладиться видом нам разрешили спасибо большое и рядом кстати надпись геленджик находится еще чуть-чуть еще немножко и все будет ребята вот это да вот следует Пошла жара, да? Мне кажется, мало, еще чуть больше, уже прождевались. Давайте громче, чуть-чуть запивай. Давайте кто громче. Только что не менее весело, чем у нас. Тут видно, что у нас уже прям огонь появляется. Кстати, тут иринкурчик еще и с подсветкой. Разбежать можно еще и в ночь, и мы ехаем дальше. Что-то еще не сидишь. Все-таки мы, наверное, заберемся до самого-самого вверх. Нам повезло. Главное, чтобы ветка где прибила. Крут, ребятки сидят. Ура, мы приехали. Все поближе девочки прижались друг к другу. Посмотрите, сколько людей доехали. Ребятам, джиперам спасибо большое. Весело, классно, прекрасно, от душе. Спасибо. Спасибо. И мы двигаемся дальше. Мы здесь сделали фотографии, записали все видосики, дали интервьюшки, получили эмоции. Сейчас протяженность ринкура – это 4 км. В дальнейшем планируется построить еще третью очередь и увеличить ее. Здесь сейчас идут работы по благоустройству. Мы на Олимпе находимся, где как раз-таки колесо обозрения. Понятно, что в сезон здесь движуха гораздо круче, но и сейчас, в принципе, тоже довольно-таки все неплохо. Виде здесь я был в вечернее время почему-то всегда, но сейчас имеется возможность посмотреть на эту красоту. Ну, как она выглядит с той стороны. Вот так. Вау. Там горы, горы. Но это… Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. В общем, друзья, это очень-очень-очень классно. На самом деле все приезжают, конечно же, ради вида с той стороны. На бухту Гельмаджика. Там он действительно прекрасен. Сейчас сами все увидите своими глазами. Ну, смотрите. Тан-тан-тан-тан. Я сегодня весь день жил, чтобы увидеть эту красоту. Вау. Просто бомба, пушка, петарда. Сами посмотрите на все эти виды и прочувствуйте их. Особенно, когда вы видите впервые, то здесь дух просто… Захватывает морхотский хребет, опоясывает геленджик. Мужики, смотрите, если вы хотите избавиться от своей женщины, привозите ее вот так, ставите. Сейчас я тебя буду фотографировать. Потом, говоришь, помнишь, было, что… Тихо. А мы не Спарта. И ушла. Это Спарта. И все, нет ее. Да не правда. Мы добрые. Вы просто придумывали. Оттуда выгнали. С этой стороны выгнали. Следующим этапом у нас… После того, как мы сделали… Покажи, какие красивые фотографии. Похвалюсь там. Девчонки, приглашаю всех на фотосессию. Вы помните. Вот. Все классно. Следующим нашим этапом является то, что мы едем кататься на канатке Олимп. Будем спускаться вниз и смотреть по красоте на все. Как оно выглядит. Ты будешь кричать? Я буду орать. Все, тогда мы едем вместе. Ты шпила. Мало? В смысле? Что вы выпили? Этого очень мало. Вот наша подъезжает. Мы садимся. Она говорит, что будет кричать. Очень сильно, больно, уже, страшно. У-у-у-у-у… Я очень страшно. Почему? Снишь видео? Я боюсь снимать. Аааааа… Ааааа… Мне очень страшно. Она такая… У нас тут пристав сердечный. Я очень боюсь высотой. Не матерись. Ты зачем портишь мне контент? Ор, мне страшно. Да ты что… Я могу снимать. Ты мне скинь видео, пожалуйста. как ты кричишь так ладно смотрим ребята туда под звуковое сопровождение так ребята никогда не берите с собой бешеных девушек мне поднять рюкзак не потечет конечно до креста проявляться но я думаю что и так нас про его очка удалось вот это паника слушай ну расскажи почему так боишься я очень боюсь высоты для меня даже банально мост перейти это страшно для меня вот это это я герой честно это прям вау у меня такого никогда не было все вот эти карусели колесо обозрения вообще не про меня сколько годиков 31 господи в 31 ты испытала самый жуткий страх своей жизни я высоты боюсь я жутко боюсь высоты я даже если летаю то все я типа представляю что я не лечу летаешь в смысле во сне ты что-то тут сейчас подорассказывает так хочешь жить осушайся прикиньте натуре подняться слушай ну представь тут не вот как падать если упадем ну нам почти ничего не будет как бы на самом деле не переживай в смысле ты фоткаешь себя на фоне земли ты понимаешь как надо фоткаться вот смотри вот на него смотри вот ты смотри вот теперь оттуда фоткает туда как человек едет такой фотографируется я хочу я потом приеду вот так вот ребятки и колесо обозрения нет фоткаться надо вот в эту а и на фоне генджика еще может вам не страшно даже это смеется ну хоть кричать перестал ты понимаешь страх в голове вот почему ты боишься высоты ну тебе трясет же все застегнись можете холодно что у меня вот сердце сейчас разорвется честно мне кажется у меня если бы я прыгнула куда-нибудь знаешь вот эти все парки это губы пересохли я просто на тебя смотрю тебя вот в паника понимаешь вот прям ты не кричишь хотя бы да все говорить кстати там ничего черепах вот это да такого здесь только не то ребятки смотрите геленджик и видно это все было круто и красиво мне прям зашла канатка поболтать так можно честно прям понравилась канатка сейчас нас здесь дальше по маршруту нашему пресс-туру ждет очередная точка но олимп на горе снизу виды круто однозначный лайк советую посещению даже если не таким джип-туром то обязательно в таком формате как мы с вами были мы садимся в машинки поехали так ребята поехали поехали все надо всех забрать а то у нас один раз мы уже наших людей теряли ну и геленджик продолжаем изучение приехали штаб 18-ой армии либо в простонародье наживаются землянки брежнева сюда в дальнейшем должен прийти раз таки теренкур ну что это тоже будет большое событие все уже согласованно его уже строят и за ней углубление конечно это еще не землянки но хочу сказать что здесь находился передовой пост наблюдательный если вы обернетесь назад то посмотрите насколько здесь широко открывался обзор видно было издалека когда к штабу кто-то подходит ну а если мы посмотрим вперед то видим перед собой наш замечательный морковский хребет который служил естественной преградой физической и немцы не смогли его преодолеть за 10 месяцев штаба местоположение штаба не удалось врагу рассекретить и конечно это было важное стратегическое решение нашего командования предосновной землянкой это оперативная землянка землянка в которой проходили все важные совещания разработка плана стратегических задач во всех землянках хочу обратить ваше внимание на строение самих землянок и самое главное это конечно крыша очень интересное конструктивное решение вот эти знаменитые три наката их не зря воспели песнях военных лет не для красного словца вот такая конструкция на самом деле позволяла спасать жизнь моя землянка в три наката уберегала ты меня этой строчки военных лет потому что при попадании в крышу бревна между собой механически не закреплены бревна начинали катиться ну и соответственно снаряд менял траекторию шел по касательно и упирался в следующий слой а следующий слой лежит перпендикулярно центробежная сила разворачивает снаряд и снаряд уже катится по направлению следующего слоя и такая конструкция позволяла снаряду просто скатиться на земляной вал и люди внутри оставались живы ну а сейчас я вас приглашаю в землянку не пугаемся не шумим идет военное совещание события апреля 1943 года когда маршал советского союза жуга георгий константинович сидит он во главе стола приезжал к нам штаб обстановку на фронте докладывает ему командир армии генерал-лейтенант веселись за константин николаевич за столом сидит стенографирует видимо для выполнения каких-то поручений начальник политотдела 18 армии полковник брежнев леонид ильич что приезд маршала жукова был не случайно на тот момент в апреле 1943 года защиту линии обороны наших защитников на малой земле враги прорвали причем прорвали не случайно бои здесь шли регулярно с переменным успехом это был очень значительный прорыв и врагам удалось продвинуться до 800 метров этот прорыв позже выяснилось что была разработана стратегическая операция и называлась она нептун операция заключалась в том чтобы разбить защитников плацдарма на две части и каждую из частей по отдельности сбросить в море то есть на встречу к нептуну в поддержку этой операции у немцев была разработана еще одна операция называлась бокс сюда к побережью новороссийска подошел итальянский крейсер с двумя подводными лодками моряки которых должны были добить наших бойцов уже в море чтобы не дать им отступить в геленджик вообще все чем снабжались защитники западного плацдарма транспортировалась из геленджика каждую ночь под прикрывом темноты туда отправлялись караваны груженные численностью свежий пополнением снарядами питаниями этот плацдарм не зря назвался малая земля ширина его было около трех километров а длина около 10 вся площадь была менее 30 квадратных километров на этом участке наши бойцы выкопали 32 километра окопов там было сделано около полутора тысяч землянок и блиндажей различных навесов для того чтобы защитить бойцов так как вражеские войска находились выше наших позиций доложив маршалу жукову об обстановке на фронте лиселидзе пояснил ситуацию численного перевеса у врага не было но у них было преимущество в небе жуков связывается со ставкой верховного главнокомандующего на аэродром и кубани отправляется дополнительно три полка авиации это чуть больше 500 самолетов за неделю боев линия обороны была восстановлена и за эту неделю было уничтожено 152 самолета в небе и около ста самолетов на земле апрельские воздушные бои над кубанью знаменитые и считается что апреля 1943 года советские летчики получили преимущество в небе немецкие летчики потеряли свое гордое звание асов стали обыкновенными летчиками а советские летчики как раз и получили преимущество вернее они его завоевали первое массовое не единичное а массовое награждение присвоением звания героев советского союза как раз и было в апреле 1943 года землянки командира армии селидзе константина николаевича и несмотря на то что все офицеры здесь было около 40 землянок все были расквартированы в геленджике в голубой бухте мариной рощей константин николаевич также имел квартиру он всегда ночевал в штабе потому что на тот момент он уже был болен и от длительной ходьбы у него иногда настолько отекали ноги что адъютант не мог вечером снять с него сапоги поэтому для того чтобы утром не восстанавливать свое здоровье веселиться ночевал здесь и говорил что лечиться будем после победы тратить драгоценное время на восстановление своих сил во время войны непозволительная роскошь даже после смерти веселиться николай осипович остался начальником штаба все штабные офицеры отличались очень хорошей памятью николай осипович это был вообще уникальнейший человек каждом полку в каждой дивизии до каждой батареи свой штаб связисты артиллеристы разведчики медсамбад инженерные войска в штабе 18 армии это было около 170 различных отделений полков батарей так вот николай осипович он был начальник оперативного штаба то есть всего штаба из каждого штаба всю информацию доносили которые и и анализировал делал какие-то аналитические срезы и он уже докладывал лиселидзе всю информацию по ситуации в армии николай осипович еще и лично допрашивал военнопленных он знал несколько языков операцию по освобождению новороссийской вот эту беспрецедентную операцию разрабатывали тоже в штабе 18 армии и когда ее начали разрабатывать еще неизвестно было начало операции 8 августа по штабу вышла директива запрещающие письменные донесения вся информация офицерами доносилась из уст в уста и конечно же вся эта информация стекалась к николай осиповичу и в течение месяца он собирал анализировал и докладывал лиселидзе ну и как мы знаем операция началась 9 сентября и настолько была качественно спланирована что длительность операции была всего неделя хорошо подготовили разработали операцию еще отличается эта операция и вошла в учебники истории тем что это единственная операция в которой было использовано четыре вида войск артиллерия авиация пехоты и военно-морской десант настолько все было слаженно сработано за неделю освободили новороссийск хотя немцы в нем находились 393 дня по длительности это второй период после блокады рассмотреть следующую землянку генерал-майор окололина семена эфимовича сюда штаб 18 армии семена эфимович прибыл 1 апреля из штаба северо-кавказского фрунта я хочу сказать что члены военного совета или по-другому все привыкли и чаще в литературе звучит и в фильмах ставка верховного главнокомандующего вот как раз представители этой ставки и являлись членами военного совета был колонин семен эфимович который прибыл сюда 1 апреля прибыл не один а с целой команды и как раз в его команде был полковник леонид ильич брежнев который принял руководство партийным отделом штаба 18 армии вообще хочу сказать что брежнев под руководством колонина служил до конца 1946 года после войны они оба служили в генеральном штабе в москве и оттуда брежнев поехал на западную украину семена эфимович прибыл к нам из штаба северо-кавказского фронта для того чтобы помочь командиру армии лиселидзе и так как он знал всю ситуацию на северо-кавказском фронте и сейчас если кого-то интересует рассекречены многие документы и все приказы которые мы можем посмотреть на всех приказах написано и стоит виза колонина подпись лиселидзе то есть лиселидзе все приказы согласовывал с колонином колонин в свою очередь согласовывал их со ставкой верховного главнокомандующего в этой землянке хочу обратить ваше внимание на плакаты которые на входе успели заметить или может быть на обратном пути пройдете посмотрите очень большая коллекция плакатов эта коллекция находится именно в музее в фондах оригиналы мы здесь хранить не можем нам не позволяет температурный режим но все эти плакаты находились здесь в штабе 18 армии вообще было около 40 землян а весь рабочий состав весь офицерский состав работали здесь ночевали они как я уже говорила они были расквартированы причем той же директивой которую использовали при строительстве запрещалось офицерам ходить друг другу в гости для того чтобы случайно в разговоре не было затронут служебные какие-то важные темы ну а по плакатам почему хочу обратить внимание на вот эти два плаката потому что казалось бы и на этом плакате и на втором изображены наши советские воины но мы видим большое различие форме даже по плакатам мы можем определить возраст самого плаката его изображение потому что в январе 1943 года была проведена реформа формы советской армии и в нашей армии были введены погоны причем погоны были введены двух клубов полевые и парадные в офицерской вставной землянке мы видим уже офицеров которые сидят с погонами то есть маршал жуков большими красивыми погонами и брежнев полковник леонид ильич генерал-лейтенант лиселидзе они уже стоят в форме с погонами потому что это уже было апрель 1943 года брежнева пришли в последнюю воссозданную землянку воссозданную на месте реальной землянки и здесь служил работа полковник начальник политоотдела 18 армии брежнев леонид ильич и конечно же его землянка отличается от остальных наличием печатной машинки потому что леонид ильич работал в тесном сотрудничестве с типографией знамя родины и если вы сейчас ехали к нам на автомобиле может быть обратили внимание на подъезде стоит полуразрушенное здание старая с оранжевой черепицей годы войны там находилась типография газеты причем газета несмотря на войну выпускалась ежедневно и распространялась на весь северокавказский фронт и обязательно в газете был материал про героев защитников малой земли потому что их стойкости их мужество служили примером всему северокавказскому фронту находясь здесь в штабе 18 армии леонид ильич регулярно был на восточном рубеже на окраине новороссийской если кто-то видел там стоит расстрелянный вагон и стела с автоматами там проходил беж там остановили врага вот этот расстрелянный вагон он был изначально штабом 47 армии и по ходу отступления вагон передвигался и в конце уже когда нашли более узкий участок где можно было остановить там и сделали баррикаду брежнев регулярно выезжал туда и конечно же на малую землю в его обязанности входило проводить партийные комсомольские собрания он принимал партию в комсомол и у него были полномочия от правительства он вручал правительственные награды то есть ордена и медали на малой земле за время ее удержания малую землю наши бойцы держали 225 дней леонид ильич побывал около 40 раз дважды на пути на малую землю и обратно он был ранен вернее один раз он был контужен второй раз был ранен здесь геленджике леонид ильич был дважды первый раз это конечно же во время войны и второй раз он приезжал геленджик 1974 году 1973 году городу новороссийску было присвоено почетное звание город-герой и на 1974 год были назначены праздничные мероприятия по открытию мемориала малая земля мероприятия были очень торжественны всех участников боев это 47 и 18 армия всем были разосланы пригласительные и леониду ильичу как участнику тех событий тоже было отправлено пригласительное кроме пригласительного как лицо официально к его пригласительной был приложен маршрут следования для согласования так вот в своем маршруте брежнев указал что то ему все равно какую программу для него подготовили но обязательно он хочет посетить братскую могилу геленджике и обязательно братскую могилу мысхака и когда леонид ильич прилетел в анапу и его с делегацией повезли в геленджик он заезжал сюда в марину рощу но в землянке не поднимался он поблагодарил заехал к людям у которых было расквартировано поблагодарил даже привез подарок платок и извинился за то что люди жили все 10 месяцев в стесненных обстоятельствах потому что когда офицер расквартирован хозяевам отдаются кухня офицеру комната и в эту комнату люди не имеют права заходить туда иногда заходит адъютант если офицера нет сами хозяева живут на кухне наши землянки как раз к тому моменту и были подготовлены старые землянки были приведены в соответствующий вид восстановлены работали как туристический объект маршрута до 1990 года до перестройки пока не были сняты баланса после хозяев квартиры брежнев поехал на старое кладбище где находится братская могила почтил память сослуживцев и попросил чтобы в новороссийск его делегации отправили морским путем это было неожиданное предложение но леонид ильич объяснил что он хочет почтить память воинов десантника которые спасли ему жизнь которых он потерял во время войны хочет при свете дня увидеть этот путь который они проходили ночью при бомбежках и также показать члены делегации как это все проходило пограничники организовали катера группу отправили на катерах конечно же напротив мы садом они возложили венки воинам десантников для того чтобы почтить их память затем высадились мы с хакой закончилось мероприятие уже новороссийский на стадионе там было массовое большое мероприятие леонид ильич поздравил самих новороссийцев вручил городу новороссийску орден ленина на этом наша экскурсия полная экскурсия если вы будете сами посещать приходите на эти места приезжайте марину рощу помните нашу историю чтите все что происходило именно в те времена потому что сейчас полное повторение того чтобы местечко очень сильное тем более историческое и ну по крайней мере все кто находятся здесь у нас на кубани живут они в курсе того что происходило я думаю один человек не останется равнодушным после истории про малую землю там сколько металла туда прилетело штаб управление всеми телевосками находился именно здесь вот узнал про ложный геленджик раньше считал что он специально делали чтобы бомбили не геленджика девяноморская оказывается ну просто ложным геленджиком и называли за счет того что моряки ошибались и то что он тоже как и легоньки и думали что это геленджика бухта потом переименовали в девяноморской защитка пространство для отдыха и туда дальше в лесочек прогуляться девчули занимаются следующая наша . мы приехали поесть сказали что это очень красиво местом тут обещают вековой дуб рыбалка беседки кафе вот называется кастальская купель за городный ресторан смотрите сверху смотрится очень даже симпатично и вот мы идем кто-то ресторанчик все-таки набросились давай снимать контент вот это да вот это виды вы только посмотрите какая красота все журчит типа каменелость такую нашли в горах геленджика и тут поставили арт-объект загородный ресторан к старской купели вот так эти места выглядят уже отсюда симпатично все смотрится действительно как бы симпатичным искать там даже форель плавает ребята и настоящая живая пойдем и ловить у нас помпана таких ресторанчиков нет рукомойничек приходишь здесь сразу от менюшка можно ознакомиться что сколько стоит форель по 360 до 100 грамм можно самим ловить рыбу один килограмм живого веса 2 700 а сёдра 5 900 если сами поймали водоемчики так вот обратную сторону просто вау и дорожки туда-сюда ведут симпатичные водопадики благоустройство красивые девушки красиво ходят тоже великолепно смотрятся вот ух и водичка какая прозрачный единственным почему купель называется тут фонтан я думаю что купаться тут например никто не купается удочки стоят кстати ловить можно в левую сторону вы примете от каждый каждый момент так красиво красивее 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 это я сетра ребятки и форелька если тут и чисто ловить закинул и все это не особо прикольно но то что она живая плавать в проточной воде уделить это круто это у нас лично зеленая цветущая и прекрасные пишите как называется подсказки я вам дал то есть такие вот замки сюжетный вход эти не всем разрешено и здесь он еще осетры вот форель ведь эту данный переплет туда и не пуска почему-то гоняется друг за другом прикольно тюльпановое дерево выглядит вот так красиво почувствую себя как говорится принцессы выходи такой и на тебя все смотрят кайфы красиво как всегда цветочки то есть колени есть несколько попробовать можно но туалет он там на втором этаже окей ребят не смотрится очень красиво да мы тут договорились насчет рыбы кто смотрел все советские фильмы это вот приколы про то что было это были реально приколы это был огонь поймали смотрите какая поцеловать ее надо срочно давай это рыба мечты какая красивая прости нас пожалуйста за то что мы тебя мучаем я тебя поймала до цепи я хотел попробовать это я поймала итак на осетра будем охотиться есть контакт называется поймал отпусти ну прям счастья тысячу лет не ловил но если может съедят эту рыбку но чуть попозже как бы не мы рыба мечты красота после бабочки пойдемте покушаем ребятки как его там домики здесь поднялись на второй этаж и есть местечке где мы будем есть все по мистеру все пробует вкусно интересно здесь на мне рассказали данном что такое вкусное классно и просто ешьте я вот сюда пара слов о кухне этих мест рыбку поймали это было прям круто во вторых очень порадовали здесь салатики прям классно мясом не удивишь просто пробовал вот соленья салаты вау эффект очень вкусно советую я думаю что и рыбка у них очень вкусно но рыбки нам не предложили ловили и это прекрасно ведь включается подсветка и здесь место начинает играть совершенно другими красками выглядит прям очень-очень симпатично кабардинка ребятки новая набережная посмотрим сегодня вот я показываем парковку на котором припарковались это понятно будет возможно временно бесплатно здесь у нас туалет но отсюда начинаются просто глобальные изменения я давно кстати него в кабардинке это что вижу сейчас не говорит о том вау 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 как же здесь стало круто просто вложение денег и привлечение сюда туристов да сколько наших людей приехали в этом году впервые можно сказать в кабардинку просто фантастика красота настоящая в принципе как она и должна быть выходим на набережную и офигевание продолжается дальше пишите обязательно потом как вам такое сильно пропустил закат к сожалению но это меня особо печали потому что в анапу выложили его наши подписчики прислали в телеграм я просто с мимо ехал и увидел то что здесь появляются во-первых тренажеры да как мы с вами видели в геленджике тоже под навесами тоже с возможностью регулировки веса делаются такие красивые маршруты саму набережную просто вылезали до безумия все ребята не могут остановиться фотографирует и фотографирует 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 и фотографирует можно прийти бесплатно полежать беседочки для отдыха здесь у нас краски от спортплощадки меня вы знаете что они всегда очень радуют а еще больше радует вот этот момент да то что тут подвела дорожку это понимаю что выделяет отдельное пространство нужно как-то будет подсвечивать потому что здесь очень много выводов под электричеством давайте глянем на саму площадку парень здесь работает над собой прям достаточное количество тренажеров ребят ну как он скажите пожалуйста я давно не было прям реально для меня сейчас это покупаем колоссальный вау-эффект продолжаем осматривать набережную сейчас возле строительства фонтана новые по федеральной программе через пару недель говорят что должно быть разрешение работы днем и ночью работают как раз таки над его созданием это зелень и много каскадов и так понятно что на все должно быть стекать ну вот маркет и подпиливают подделывают это площадка будет в общем все очень ждут когда завершится строительство и дальнейшем этот фонтан уже будет радовать всех вас всех тех кто сможете приехать на отдых такая маленькая кабардинка и столько сюда уже впихнули в эту набережную что она стала на одной из лучших мирит можно так сказать все каскады делается ребята здесь тоже смотрите сопла стоят то есть под этих сеток будут бить и удачи тут как река пошла не тут конечно масштаб просто нереальный выглядит это очень и очень и очень круто смотрите ребята я восторге от всей красоты но люблю кабардинку много раз здесь было помню когда приехал сюда еще даже блогерстве не думал какие просто закатные краски это круто смотрится и впервые вышел набережда беленькая красивенькая симпатичный туда была зима еще что-то на межсезонье во эффекта не спорезвало но все равно мне понравилось уютно и вот каждый раз приезжаю здесь становится невыносимым вот они вынесем потому что вот у нас это городе анапе двигается очень медленно хотя хотелось бы чтобы мы догоняли всех и обгоняли все это шло там бешенными темпами ну как есть по реке можно будет гулять водичка будет протекать то есть их зафиксирует они будут подсветка и вот по реке можно будет проблется где конечно задумка просто восхитительно приехали пошли гулять вот почему у нас только без товара только делают разрабатывать такие планы концепционная вот тут видите уже пока нету камушкопы собственно пока вот до сюда будет доходить это река так то можно его продлить вообще по всей набережной пришел ходи гуляй ничего сложного нету было бы как говорится желание работать разрабатывать делать ну дальше уже от этого места пока концептуально ничего не меняло сейчас мы еще пойдем либо пешком дойдем либо доедем до новой части набережной и посмотрим как там все выглядит пожалуйста 23 октября кабардинки гуляют еще немножко люди шумит море доход вечерний прекрасный вот такая классная атмосфера которая создана людьми для всех вас кто любит эти места приезжает сюда отдыхает здесь наслаждаются этими всеми моментами я такой счастливый снимаю щит для вас рад что это вижу и показываю вам надеюсь что лайк от вас давайте добавим когда набережной новые качели висят чтобы не просто на лавочка вот уже лавочки это прошлое да то есть 4 там бруса вверх 2 сверху и уже качель чуть-чуть немножко качаясь люди будут получать больше удовольствия получать больше эмоций это понимаешь что у нас многие предрешения возвращаться обратно и поедем же до новой набережной на транспорте оттуда жалко я бы прогулялся лучше пешочком то что набережной мне нравится беда в доде буфка блин кило на обратном пути заеду сам сниму я полностью все для вас чем занимаются коты да и там целуются и тут целуются чего не хватает девочкам чтоб котики целовались демонстративно попы повернулся мы переехали на другой местечко и выйдем сейчас на новую совсем новую набережную который я еще даже не видел будет интересно и саму поглядеть вам показать не заодно посмотрите на мои эмоции машинка бодинка радует это точно как тут красиво посмотрите вы еще объектив не пересвечивал лоб очень круто подсветкой плитки то то что вот я вам говорил и там под дорожку делает эту подсветку слышим звуки воды слева справа там тоже дорожка вдоль забора очень красиво вот это красотища ну собственно то о чем бы не хотелось говорить что хотят сделать сделать и качели места чтобы посидеть и тучу происходит еще одна зона отдыха я чисто потерялся круто и даже не знаю где дохожусь тысячи спустите каскаду фонтанов тут просто такой от них звук пройдемся то в правую сторону без кого нет я буду сидеть да ну нафиг какие молодцы как красиво все сделали ребята наши побежали все быстренько садиться на подсвеченные места и с этой стороны забора красота вот это да все люди в восторге вы приехали в кабардинку что поймать кафе о этом фонтан который можно пройти точно такие же два будут рядом с тем еще с той стороны супер фонтаном здесь на на лавочке пользуется бешеной популярностью в дневное время вы садитесь просто и смотрите вот это прекрасное море стеклянная набережная перед ними то есть никакой кафе там просто город делает красоту для людей и это впечатляет выходим туда дальше этот вауфельт продолжается да то есть там тоже места где можно посидеть отдохнуть я тут потерялся потому что еще подсветки здесь каскадные фонтаны стеклянная набережная белокаменного за пережитки прошлого просто вау 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 вот вам кабардинка небольшой поселочек который делает все что только можно для людей и привлекает их сюда больших количествах ребят хочется услышать ваше мнение как вам такое удивила ли вас кабардинка лично очень и очень скамеечки красивых форм необычные кубы поставили фонтаны подсветка лестница покажет что пенька тут даже на все попробую обрати внимание что сделано как это красиво смотрится ну кто решится пробежать до камеры жалко я бы пробежал до с этой стороны очень сильно не хватит и действительно за украшение я помню эти места мы сюда доходили пешочком я хочу ли просто какой-то нереально классный оазис до тут река была насколько я помню да точно ну сухой ручей такой и поднимаемся вверх вот он тоже в межсезонье востребовано все люди сидят отдыхают в общем кабардинка просто взрывает мозг тем что я сейчас вижу и это . логотип такое раскидывание в обратную сторону просто мы как будто по звездам и не выходили здесь голубая подсветка слушайте она еще туда дальше продолжается эта территория детская площадка 3 тоже строение я помню очень в дальнейшем полностью будут надо везде такие стекла стоять очень посмотрите как это дали подсветку и просто какая-то нереальность красота красота что мешает ванапе да сделать такое же уже вопроса на хрена нам эти белые болячьи когда можно такие стекла ставить ограждение как искусство да друзья усой посмотрите скажите подсветка тротуарной плитки спасибо если это набережная туда идет вообще прям до бесконечности все у меня прям цель приехать отснять вот он пожалуйста тоже детская площадка и площадка для занятия спортом с весами тоже я тут радуюсь у нас парке появились тут ездишь по геленджику везде-везде вот зона отдыха да тоже стеклянные большие окна деревянные столы и стулья улице посидеть а не мешает проходом тут же уже висит такая качель прекрасно выход к морю это так облагороженную я востоке ты чё за место абордитка если честно тут парковая зона иди гуляй наслаждайся а я вот это да друзья сказать что я в шоке ничего не сказать я востоке просто от того что сейчас вижу что натворили какой красоты именно в кабардинке неожиданно снести посмотреть но потом как-нибудь обязательно загоняю и в итоге вот что я терял не видел всей этой прелести и красоты не знаю что этих грушу что у нас она пятого нету а здесь вот он по лесочку пожалуйста у нас в ореховой роще сделали проект намного миллиардов там миллионов ладно и вот вам просто кабардинки без помпы по крайней мере для меня возможно это все тоже некрасиво открывалось сделать такую красоту им который ты идешь и думаешь ну как же так почему у них да у нас нет обидненько осталось пробежаться мне что-то тут как-то ветер задул я наверно это не сделаю когда-то у нас пошли бродить ходить по парку я решил то что до этой территории завод пить тем более что мы любим с вами прогулки какие-то скамейки продам освещения не хватает можете дорисовать и представлять выход здесь вот такой перед морем вот какие-то себе вижу ты приходишь на подход к морю и перед морем такая красота когда-нибудь возможно и анапе случится это услужить стоит даже вы не видно просто говорит м же что это туалет здесь находится тоже такой стеклянный темный отражает цвет очень круто мы там в ресторан модера на набережной здесь ребята у нас немножко подоголодали попьем чай очка выглядит здесь конечно все очень и очень красиво и будем заходить как выглядит помещение вокруг дерево такое там по центру народ сидящий что рассаживаемся как вам такая красота пишите обязательно там походу коньяка раздобыли уже тосты пошли а мы ребят на тоже такой стол накрыли сидим в ресторане модера девочки ну что и как вам если что он все съел да все зафиксировано на видеокамеру я короче крайне тут как бы без вариантов это самое вкусное что есть в этом кафе какая восхитительная тема чел этот крем кто течет крем или она что есть в этом кафе пробу теперь давай а там понимаешь когда шоколадку снизу еще берешь это прям общагой делимся полностью описывает все вкусовые рецепты вот и его подруга которая много лет вот я вот сейчас вот расскажи свои ощущения когда я коснулась губ но еще не коснулась языка что-то я не могу остановиться давай ешь не останавливайся давай облако для 4 там самое интересное шоколадкой снизу еще бы узнать как как это называется но если чё ищите его так давай спойте так лучше чем мужчина слушай 2 мужиков есть шансы это уже хорошо называется вот это вот фирменный десерт модера было ребята вот это просто что-то нереально где соединяется старая набережная и новая набережная я надеюсь что вы также восторгаетесь вот этой вот частью как и я чем буквально два года назад тут все только начиналось сейчас какая красота вот вам сравнение с той набережной которая была она не белая здесь на такое пространство современные фонарики как-то ну прям поярче стал смотреть там спуск и бухта красиво же парк корнецкого ребятки посмотрите какая красота здесь происходит это фантастика федеральная программа пожалуйста почему у нас в анапе не использует федеральные программы то есть не используют это выглядит не так пафосно ведь какие фонари освещения также в плитке все одном стиле делается и вал эффект имеет место быть красиво же как вам санузел котик помимо фонарей подсветки интересно здесь есть это скамеечки лавочки на которых можно покачаться места где можно поиграть шахматы тоже выглядит привлекательность подсветка хоть ночью прийти игре не видимо конечно желающих этим заниматься вот такие вот качели скамеечки на цепочках называем с правой стороны тренажеры приходите прокачивайтесь с весами поставили себе нужны и все я завидую почему у нас она пятого где-то первые там бегал вал эффектом здесь кабардинка уже третье до местечко где с тренажерами геленджик 1 данного набережного великолепный парк для занятия спортом раньше парке галецкого такого видео сказал как это круто даже небольшая рампа есть для тех кто катает на скейтах с одной в другую сторону и ребята могут тут тренироваться причем бетонная сделана из высококачественного бетона чтобы не разбивалась затерта хорошо и чуть для детей да еще надо все пожалуйста качайся наслаждайся ну и следующая зона с фонтаном с качелями уже для детей я хочу генжику бы у нас завидовать то есть она поможет завидовать пожалуйста кабардинки просто добавь воды красота друзья мы пишите в комментариях обязательно всплакнули ли вы от музыкального фонтана который здесь исполняет великолепную композицию интересный танцующий да смотрите стройки бегают сейчас заиграет новая мелодия и здесь начнется совершенно другая симфония стройка еще это кому-то гендерика марикона играет фонтан-то трогательно представьте как детям здесь в летний период времени удовольствия побегать на них попрыгать сейчас можете видеть девочек которые сидят да действительно фонтан под музыку танцует красота все пошел я рыдать куда-нибудь как он пишите